На городском катке с самого утра Суматоха юные хоккеисты и фигуристы буквально на перегонки выходят на лёд. Кому-то из них всего три года, кто-то занимается спортом уже 10 лет. Но для всех зимние виды спорта это любовь, которую хочется разделить с другими. Тем более специально посвящённый этому день. Он был учреждён в 2015 году в честь годовщины победы нашей олимпийской сборной на Олимпийских зимних играх в Сочи. И теперь каждый год в феврале, в начале февраля отмечается День зимних видов спорта. Я думаю, это обязательно нужно праздновать, потому что, во-первых, это здоровый образ жизни. Это привлечение детей, молодёжи, старшего поколения к зимним видам спорта. Это же прекрасно. На празднике присутствовали члены хоккейного клуба «Медведи» Севастопольских федераций фигурного катания на коньках и кёрлинга на колясках. Все три вида спорта пользуются популярностью в нашем городе. Влиться в ряды спортсменов может каждый. Нужно только желание. Вы знаете, очень популярно. Желающих всё больше и больше. Каждый день звонят, каждый день записываются, каждый день хотят отдать своего ребёнка, любого при том возраста, на фигурное катание. Каждый желающий может встать на лёд. Данные нужны для достижения спортивных высоких результатов. Но для этого нужен отбор. Но сначала все желающие могут прийти и начать заниматься. Сейчас в городской федерации фигурного катания на коньках занимается порядка полусотни человек. Среди них много призёров не только региональных конкурсов, но и всероссийских. Так фигуристка Дарья Добровольская шесть раз выходила на первенство России. В три года я пришла на фигурное катание в городе Хабаровске. Там мы покатались. И потом, когда уже тут Крым призвали России, мы решили приехать сюда и продолжить карьеру здесь. Вот катаемся уже 15 лет. Девушка считает, что для того, чтобы добиться успеха, нужно выходить на лёд как минимум трижды в день. Она надеется, что в скором времени в Севастополе появится ледовый дворец, который очень нужен и фигуристам, и хоккеистам. Сейчас мечта, наверное, просто выйти на соревнования какие-нибудь уже более такие... Ну, даже то же самое первенство России. Хотя бы просто выехать и посоревноваться с ребятами посильнее меня. Здесь хорошо готовят. Мы выходим на массовое катание, так как пока что у нас нет своего катка. Работаем здесь, тренируемся, отрабатываем все элементы, которые нужны нам для соревнований. Для постановки программы, отработки их ездим в другой город, где есть каток, в Симферополь. Да, и всё. Катаемся шесть раз в неделю. Праздник в торгово-развлекательном комплексе «Мусон» показал, что даже в южных регионах нашей страны можно любить лёд. И уже сейчас у каждого юного севастопольца есть шанс стать успешным в зимних видах спорта. Мария Олегина, Дмитрий Лилека, Севонфорумбюро.